Привет, меня зовут Александр Рыбаков, я автор этого канала с видеоэссе под названием Indection, а это мой украинский паспорт. Как вы уже поняли, разговор будет непростой, но очень важный. Без него я не представляю свою дальнейшую деятельность на ютубе, и этим роликом я хочу обозначить значимый для меня контекст. Мне важно, чтобы те, кто подписан на мой канал, досмотрели это видео до конца. Я правда пытался. И я пытался продолжать делать видео на канал, несмотря ни на что. У меня даже есть материал для следующего ролика, вот прям бери и выкладывай. Но уже больше полугода, как идет полноценная военная агрессия России против Украины. Без какой-либо веской причины гибнут люди, разрушаются города и целые жизни. И никто не знает, когда это закончится. Да, мой канал не про политику. И часть зрителей уже наверняка строчит что-нибудь в комментариях, вроде, там, да куда ты лезешь, да это во всем виноват капитализм и не все так однозначно. Не знаю, может вы еще про него нацистов верите. В общем, пожалуйста, не делайте так. Потому что таким образом вы не помогаете обсуждению, ведь уводите фокус с настоящей проблемы. Россия напала на Украину. И с такими людьми мне совершенно не хочется поддерживать хоть какой-либо контакт. Когда я делал видеоэссе по планете сокровищ, я хотел отвлечься от войны и дать такую возможность всем желающим. Тогда мне казалось, что немного эскапизма поможет не слететь с катушек и хоть как-то сохранить рассудок. А для меня, как для автора, это способ контролировать то, что я могу. Творчество. Однако, чем дольше шли военные действия, тем чаще я стал задумываться о вопросе своей национальной идентичности. Я здесь зайду немного издалека. Я хочу с вами поговорить про дом и процесс его поиска, в котором я прямо сейчас нахожусь. Знаете, я все еще удивляюсь тому, как искусство, даже самое массовое, помогает отрефлексировать реальность. Например, я словил себе на мысли о том, что проходя заново в десятый раз Need for Speed Most Wanted или Underground, я оказываюсь в очень знакомом окружении. Внутриигровые города для меня как родные, и мне приятно в них находиться. Даже когда я просто катаюсь по ним без прохождения гонки. То же самое работает и с другими видеоиграми или с кино. Все то, что случалось со мной в юности, особенно когда это беззаботный период школы, университета и родительского дома, это все оставляет осязаемый отпечаток ностальгии. То есть я искренне могу сказать, что улицы системы в троне для меня тоже как родные. Поэтому вот в такие выдуманные места я хочу возвращаться снова и снова, но это один слой. Контекст вокруг, он гораздо интереснее, ведь большинство таких произведений я впитал, находясь в родном городе. Я родился и вырос в Крыму, и сейчас я бы не хотел останавливаться на том, как он менялся, потому что в контексте сегодняшних военных действий это уже имеет не такое большое значение. Здесь важно вот что. Проходя заново сейчас тот же Most Wanted или катаясь по улицам выдуманного города, я автоматически вспоминаю свой родной город до оккупации. Особенно когда я был подростком. Да, я испытываю очевидную ностальгию по игре, но на самом деле сильное чувство поиска дома неожиданно сформулировалось в тоску по настоящим улицам родного города. И разумеется, это не идет ни в какое сравнение с грустью от утраченного дома, который уничтожил ракеты оккупантов во время войны. И я искренне соболезную всем, кто лишился своего крова и близких. Мне нравилось в Крыму, когда я был подростком. Я помню, как прогуливал последние уроки, чтобы успеть посмотреть серию Сакуры Собирательницы карт и Злюки Бобры по новому каналу, а потом быстро переключался на ICTV хапнуть котопса. Кстати, у украинцев вообще была уникальная локализация, все персонажи они говорили по-украински. Но только кот говорил по-русски. Таким образом обыгрывался его британский акцент в оригинале. А еще на ICTV был просто замечательный прогноз погоды с абсолютно айконик фразой от ведущего. Не хай проблем это нас годы, но рублять вам в житии погоды. Я помню, как с мамой ходил в Макдональдс и игрушку из Диснейской Атлантиды в Хэппи Миле. А еще я помню другие города, например, Киев в 2011. Это мой первый поход в IMAX, и это был 3 килотрансформеров. Кстати, оцените футболку, я тогда очень классно подготовился. У меня столько замечательных воспоминаний из Украины. Но в 2014 году в какой-то момент я проснулся в другой стране. Пришла РФ и сказала, ты больше не живешь в Украине. Вот теперь вот это твой дом. И тут нужно сказать, что ни о какой политической сознательности у меня тогда и не шло речи. Мне был 21 год, и я в принципе был человеком, который больше плыл по течению, нежели пытался в чем-то разобраться. Да, в общем, к Саше из прошлого на самом деле много вопросов. Но я стараюсь не сильно винить его за это. К тому же тогда со мной произошла первая серьезная работа в качестве монтажера. Мне стали платить деньги, и это произошло в родном городе. То есть моя жизнь стала складываться именно вот в таком контексте. А поскольку я плыл по течению, то и мысль о том, что, ну, видимо, я ничего не меняю, для меня легла как-то довольно органично. Мне действительно не хватало сознательности, чтобы объяснить себе, что именно было не так и почему. Почему мой родной дом меняется. А чем дальше я уходил в работу и проекты, тем меньше я думал о политическом контексте. И, разумеется, сегодня я считаю, что это было ошибкой. Но с началом полноценного вторжения во мне проснулось все, что дремало. Интересно, что именно сейчас со мной произошел мультсериал по Star Wars под названием Rebels или Повстанцы. Да, я не говорил об этом вслух, но я как-то по-зрительски люблю Звездные войны. Это для меня такой легкий эскапизм. Да и сейчас чем проще произведение, тем лучше. Главный герой — подросток по имени Эзра с планеты Латал. Это была самая обычная мирная планета, и у мальчика была простая жизнь без притязаний на великие свершения. Однако в какой-то момент приходит империя, и вся планета оказывается под оккупацией с риторикой. Теперь вы живете в Империи. Жизнь постепенно становится хуже, а свободы все меньше. И поначалу Эзра даже не знает, что именно не так, что он может изменить, как можно бороться и стоит ли она вообще того. Но чем больше проходило времени, тем меньше он узнавал родные края. Тем сильнее Эзра свыкался с тем, что лучше уже не будет, если оставить все как есть. Ближе к концу сериала он возвращается на оккупированный Латал. Он уже больше не тот наивный подросток, который плыл по течению, но и его дом изменился. Он видит полупустую выжженную планету, а на улицах родного города возвышаются билборды с пропагандой. Прям как зетки сейчас в моем родном городе. Rebels произошел со мной очень вовремя, ведь его простая история помогла мне гораздо быстрее отрефлексировать свое происхождение и саму войну. А в эмоциональных переживаниях Эзры я увидел самого себя. Не думайте, что дело именно вот в этом сериале, просто это недавний пример, коих много. Да и ответы на свои вопросы можно найти в совершенно неожиданных произведениях. На мою сознательность повлияло очень многое, в том числе и близкие друзья. Что мне отдельно хочется зафиксировать и проговорить? Я не русский. Я не из России. Украина – мой дом. Я родился и вырос там вместе со своими друзьями. И все еще очень люблю их и скучаю. К сожалению, у меня ушло много времени на то, чтобы прочувствовать Украину как родной край. Война во многих пробудила крепкую национальную идентичность, и я не исключение. Просто, когда ты столько лет находишься в медийном контексте РФ, когда твои родные места заменили на что-то другое, национальная идентичность разбывается и приглушается. Я не хочу, чтобы со мной происходило что-то подобное. Поэтому, например, в повседневных диалогах с друзьями я часто говорю на украинском. Кстати, про язык. Как вы знаете, в Крыму почти все население русскоязычное, и русский – мой разговор на срождение. Это, конечно, еще все тянется со времен советской власти, ее насаждение русским языком, но это отдельная тема. Я никогда не забывал украинский, и все еще на нем пишу и разговариваю. Спасибо, фильмы в украинском дубляже, реклама с телека и школьные учителя. Еще, конечно же, бузлюки-бобры по новому каналу. Я понимаю, что вопрос языка сейчас актуален и стоит очень остро. К нынешнему моменту я формулирую для себя ситуацию с языком так. Если ко мне обращаются по-украински, то это моя ответственность ответить на украинском и вести диалог на этом языке. Мне бы хотелось чаще использовать украинский в БТУ и в интернете. А если человеку комфортно вести диалог на русском, и этот язык не вызывает у него тревоги, то я буду разговаривать на русском. А это видео на русском еще потому, что, если верить статистике ютуба, то большинство моих зрителей из России. И вот тут главная мысль, которую я хотел бы до вас донести. Я собираюсь и дальше заниматься творчеством, продолжать делать видеоэссе, анализировать кино, анимацию и культуру. Но я не хочу продолжать свою деятельность для людей, которые считают, что Украина бомбит сама себя, что на ее территории неонацисты, что Россия и Украина это один народ. Нет, это неправда. Что во всем виноват капитализм, что не все так однозначно и прочая чепуха. Полгода все-таки прошло. Так что, пожалуйста, не нужно об этом писать в комментариях или рассказывать Украине, как ей нужно жить. Влияет ли все вышесказанное на этот канал? Что ж, это мой дом, только в интернете. Я хочу вести диалог про кино и искусство с теми, кто разделяет мою позицию, кто поддерживает мои убеждения. И именно такую аудиторию я и хочу собирать вокруг себя. Вы же не будете пускать к себе домой кого угодно. Да, этот канал переживает трансформацию ровно, как и я сам. Война обязательно закончится, и даже после нее нужно время и силы, чтобы восстановиться. Главное не потерять себя. И знаете, вот в этом плане концовка Rebels мне особенно нравится. Простите, это спойлер, но мне очень по душе то, как сериал простым, но эффективным способом показывает изменения и дает надежду на то, что можно будет вернуться в родной дом, который обязательно будет свободным и еще встретит свои лучшие дни. А, да, еще кое-что. Я думаю сделать видеоэссе на украинском. Возможно, даже не одно. Я продолжу делать ролики на русском, но я меняюсь. Так что не буду торопить события. А закончите это видео, я хочу на рідней мове. Видеоэссе про кіно-украинскую – рідкість. Ніша ще вільна, і мені було дуже приємно зробити свій внесок в україномовну есейстику. В мене вже є ідеї, які саме це будуть відео, але ви завжди можете написати у коментарях свої пропозиції. А, вибачте, моя українська ще у перехідному стані, але я правда намагаюся говорити нею частіше. І на сам кінець в мене до вас питання. Я якось вже намагався питати у твіттері, але спитаю і тут. Розкажіть, як ви? Як вам вдається відрефлексувати війну? У чому знаходите радість, якщо взагалі знаходите? Хочу почитати ваші історії та залишатися на зв'язку. Вірю, що Україна буде вільною. Вірю, що Україна буде вільною.